Динамо 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 Многочисленная аудитория соответствует на стадионе, но она очень будет поддерживать как и ту команду, так и достаточно поддерживающих бакинской команды. Это несомненно, потому что очень большое количество мы видели как раз представителей азербайджанской диаспоры. В хорошем настроении шли на стадион болельщики и ЦСКА, и бакинской команды. Ну, для бакинцев, наверное, вообще результат, ничейный результат в первом матче весьма приемлем, потому что, ну, чего уж тут греха таить, ЦСКА, несомненно, классом выше. Но давайте сразу сделаем оговорку, дорогие друзья. Вот это классом выше не должно нас сразу настраивать на то, что армейцы... Давайте посмотрим эту атаку. Он лично носил удар поворотом, что у армейцев сегодня ожидается легкая прогулка. Да нет, ну, никакой легкой прогулки не будет. И даже вот сейчас вот, хотя и создали армейцы очень хороший голливой момент, бакинцы будут сражаться, особенно в обороне, и на жизнь, и на смерть. И я думаю, что сколько там будет забит, и будут забиты мячи, все будет, конечно, зависеть от мастерства созидающих игроков команды ЦСКА. От точности их в группе нападений. Вот то, что касается игры бакинской команды в обороне, наверное, вот мои впечатления по первому матчу, который я наблюдал по телевидению, по трансляции на нашем канале, очень организованно подопечные Казбека Туаева отыграли как раз в обороне. При том, что имели армейцы некоторые территориальные игровые преимущества, по большому счету, каких-то моментов мы вспомнить не можем. Ну вот, что на память приходит, это два опасных удара Ерошика, который мяч пролетел рядом со штангой. Но это, вы знаете, это даже, ну, полмомент такие, именно вот за счет дальних ударов. И потом, вы знаете, вот по поводу обороны бакинцев, они оборонялись не только числом, но и умением. Я вспомнил те моменты, когда кто-то кого-то обыгрывал, армейский, допустим, игрок обыгрывал защитников бакинцев, то сразу же была взаимовыручка и взаимостраховка. То есть люди, которые, значит, надо силы определенные, футболисты успевали перестроиться. И создавали такую плотность в обороне, что порой армейцам просто невозможно было пробиться туда в штрафную. А фланг, к сожалению, в той игре. И гусев не был заметен, как хотелось бы, и жирков. Так что посмотрим сейчас, как. Я думаю, что Валерий Глёвич Газаев обратил внимание на игру по флангу, что будет очень эффективно вот в этой игре. Тем более бакинцы, я говорю, что будут создавать такой же заслон. Харакхов сейчас сыграл в подкате Дэвида Шемберас. Вот Казбек Туаев. Нет, это не Казбек Туаев, естественно. Это один из его помощников. Тахир Амирасланов и Самир Алагбаров. Казбек Туаев, он стоит возле вот этого навеса. Великолепный правый крайний бакинского ничьи 60-70-х годов. Седьмой номер. Бакинский многое умел, многое знал в футболе. Многому пытается научить своих подопечных и сегодня. И, судя по всему, немало у него уже сейчас получается. По крайней мере, не в плане, скажем так, комплимента, а в плане констатации того, что происходило в первом матче. Еще раз повторюсь, бакинская команда очень выглядела сбалансированной, без звезд, но игроки знали, что делать. Очень мне понравился в первой встрече Анатолий Теблоев. Третий номер и 14-й номер, вот я защитников в данном случае говорю, Рошад Садигов. Уверенно, спокойно в ситуации, когда, казалось бы, более классные защитники выбивают мяч. Нет, посмотри, вот бить мяч на траву, передачу. Выбил мяч сейчас Игорь Акинфеев. Ничего там сверхопасного не было. Правда, вот за 22-м номером бакинцев, за Зауром Тагизаде, нужен глаз да глаз. Он будет сегодня пытаться вместе с Гурбаном Гурбановым портить, что называется, настроение москвичам. Вот момент, и Сергей Симак. Да, ну делая случай, что Сергей не попал сейчас в мяч, это голевой момент, и должен мяч оказаться был в сетке. Вот там первый, по сути дела, это на пятой минуте момент возник, чуть больше времени. Так что впечатляют от эти атаки армейцев. Именно с фланга. Именно с фланга была хорошая передача голевая, но, к сожалению, Симак, Сережа, не смог выступить с ничем. Но будем смотреть дальше. Ну и нельзя забывать про все-таки оборону армейцев. Потому что сейчас была острая контратака и ничьи. Где-то, в общем, вовремя поспел там защитник. Вот еще раз смотрим свой момент. Вот что называется, причесочкой дотянулся до мяча. Ну, немножко, немножко не хватило. Может быть, он хотел так его направить в дальний угол, по касательной. Но вообще надо было бить его прямо в этот мяч, чтобы он в ближний угол летел. Братарь был бы бессилен. Хорошо начал эту встречу. Я бы хотел несколько похвальных слов сказать в адрес Ролана Гусева. По крайней мере, вот пока там на правом фланге, вместе со сместившимся туда Ивицей Олевичем, они пытаются создать некую интригу, некое напряжение. И вот и подача эта на Симаха была вверху. Вроде бы без особых проблем он разобрался с таки заде, а вот технического оснащения не хватило. Ну, в таких случаях надо отправлять мяч не глядя, стараться все-таки его не в аут выбить, а с хода по бровке. И кому-то из нападающих, значит, предлить такой ход, обещаться сюда и постараться ничего не дать. Ну, думаю, Юрий Жирков это и хотел сделать. Ну, вот не получилось. Но, во всяком случае, это не худший вариант. Это не опасный момент у ворот. Армейцев этот мяч вели вал и до ворота еще придет. Так что надежно я сыграл. Он не так эффектно эффективно проходил. Выиграл этот мяч. Не разобрались сейчас Тагизаде и Игорь Гетман. Евгений Алдонин. Отсутствовал он в первой встрече. Но две замены произвел Валерий Газаев по сравнению с первым матчем. Выпустил на игру Евгения Алдонина. И отсутствует Оди и Крассич. И сейчас давайте посмотрим этот момент, чем он закончится. Жирков делает не совсем точную передачу. Отдадим должный Кусеву. Вы посмотрите, как он боролся. В общем, безвыходной ситуации добился углового. Я вот и говорю, совершенно другая картина сегодня. Но другой настрой. Видно, все-таки армейцы не то что хотят, а не обязаны выигрывать. И поэтому и настрой такой. Ерошин слючок. И вовремя упал. Принял Теблоев этот удар на себя. Так вот, я начал говорить об изменениях. Но два новых футболиста по сравнению с первой встречей. Это Василий Березуцкий и Евгений Алдонин. А вот Крассич и Чиди Одио в составе отсутствуют. Но они оба в запасе. В запасе, кстати говоря, и новоявленный армеец. Форвард из Бразилии. Вагнер Силва де Соуза или Вагнер Лав. Одиннадцатый номер он получил. Посмотрим, может быть и появится. Он в сегодняшнем матче выйдет на поле. Сам бразилец изъявлял желание сыграть в этом матче. Но все-таки, видимо, некий акклиматизационный период должен пройти, чтобы этот футболист заиграл с первых минут. Наверное, первым вопросом, чтобы наш климат почувствовал. Потому что, в общем, я вспоминаю, когда прилетали в Южную Америку, где-то 7, наверное, не забил. Непонятно, где-то находится. И не спать хочется, и сил нет. Так что, думаю, что ему еще надо только прийти в себя, привыкнуть к нашей обстановке климатической, а потом уже думать о хорошей игре. Элдер Рахимович, ему уже не надо привыкать к нашей климатической обстановке. Давно этот футболист радует российских поклонников футбола и своей игрой в Анжи, и своей игрой в ЦСКА. Вот, посмотрите, как раз пример того, что Садигов мог сейчас выбивать, наверное, на Абум Лазаре, что называется, мяч в поле. Нет, тем не менее, предпочел сыграть с ближним защитником. А тут вот могло получиться очень опасно, если бы передача Олеча дошла до Ерошика, а точнее, если бы Ерошик не упал, споткнувшись там ногу. А вот Казбек Куаев как раз был сейчас на ваших экранах. Давайте посмотрим еще раз этот момент. Мяч отскакивает. А, это Семак делал передачу. Но Семак не обратил внимания, что Ерошик упал. Так, в принципе, по игре он делал, отдавал мяч с тем, кто с ним играли. Но, к сожалению, Ерошик не поскользнулся, как в первом моменте, когда он упал, а здесь просто споткнулся на ногу. Но это уже какие-то моменты, которые, в общем, чуть-чуть, и будет очень опасно. А что касается вот того мяча, когда Эдигов, Эдигов, по-моему, да, мог выбить, он, по-моему, должен был выбивать мяч. Чем дальше, тем лучше, потому что очень продолжительный атак армейцев был. И висел на спине, что называется у него армейец. Да, 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 и Семак мог и мяч отобрать. Вот это тот случай, когда он немножко, это, как называется, передержал мяч. Когда уверенность в самоуверенность перерастает. Самоуверенность. Вот, надо очень реально оценивать эти вещи, особенно для игроков-проборонов. Шемберас. На Василия Березуцкого. Давно мы не видели этого защитника ЦСКА в основном составе. Но отдаёт шанс Валерий Газаев. Такой, может быть, в какой-то степени и педагогический приём. Ну, естественно. Почувствовать себя. Вот дали возможность играть, доказывать, что ты можешь конкурировать. Уралана Гусева с ноги снимают мяч. Футболисты Невчи. Шемберас. Алексей Березуцкий. На Жиркова напрашивалась передача и пришёл мяч к Жиркову. Не поверил Ивица Олеч, что сможет сделать передачу ему Жирков. И на двух ногах, что называется, находился. Ну, это самое плохое для фору, когда вот на двух ногах надо куда-то перемещаться. И, в общем, в принципе, Жирков-то правильно мяч давал как раз именно в ту зону. Сделает два шага Олеча. И он бы этот спокойный мяч подобрал. И если бы он не подобрал, то это будет нарушение правил. А вот сейчас я бы хотел отметить дважды Ивицу Олеча. Первый раз, когда он пропустил мяч, очень здорово. А второй раз, когда увёл за собой защитника. И могла получиться очень неплохая атака у армейцев. Вот из таких открываний, из таких вот моментов, игра без мяча, и когда вот Олеч без мяча открывался, он уводит с собой одного, а то и двух своих опекунов. И освобождается пространство, освобождается для других игроков. Это очень важно. Вот смотрите, прекрасный момент. Не везёт Симаку. Не везёт. Убойная ситуация была. Не попал просто он в ворота. А момент очень хороший был. И вот опять же я скажу то, что вот прекрасно партнёры увели игроков из середины. Передача какая была хорошая. И всё здесь было хорошо. Единственное, что вот, ну, столько опять сожалеть, что мяч пошёл выше в ворота. Это Юрий Жирков, по-моему, сделал передачу на Симака. Вот уверен в том, что вот Симак с такой позиции из 10-10 попадёт. Но из 10-9. Да, достаточно, что он попадёт в ворота. Но одно дело – это тренировка. На тренировке, конечно. Да, другое дело – всё-таки, ведь, как говорят, никакая игра, никакая тренировка не заменит официальный матч. К сожалению, а может, к счастью. Потому что всё вот в игре официально, всё по-другому. И вот тогда именно проявляются вот те качества мастера, что вот именно в этой игре, в данный момент, вот реализовать какой-то опасный момент. Или если это защитник не дать забить своему противнику. Теплоев будет вводить мяч в игру или нет, оставляет его Гетману. Тагизаде потерял мяч в детской ситуации. Просто подарил его Алексею Березуцкому. Рахимич. Василий Березуцкий. Шемберас. Правильно, наверное, сделал сейчас Дэвидас. Да, рисковать не нужно было, потому что всё-таки вот первый заслон у Невчи. Это три футболиста и дальше ещё три. И они, в общем, ждут этого момента, когда будет ошибка в продольной передаче, чтобы сыграть перехват. Поэтому не стал рисковать Шемберас. Откатил мяч на рейтинге. В общем, конечно, это болельщикам не нравится, что вот игра назад. Но в любом случае армейцам пропускать никак нельзя. Теблоев, Садигов, Детман. Уновь Теблоев. Вот так элементы коллективного отбора. Теблоев сейчас просто... Просто откровенно грубо в кость. Да, он сзади. Но, правда, не бил. А, нет. Нет, извините, пожалуйста. Именно одной ногой подсёк, а другой ударил. Махмуд Гурбанов тут на пару с Тагизаде. Ну, вы знаете, здесь Рахимович. Он настолько надёжен в отборе. Жёстко. Не жёстко. Вернее, не по правилам играет, но очень жёстко. Поэтому, наверное, неприятен для нападающих. Откровенностью в отборе не грубости, а именно вот жёсткостью. А вот сейчас не дали там Ролану Гусеву развернуть атаку правым флангом. И передача на Гурбана Гурбанова. Гурбан Гурбанов – это, как его называют, легенда азербайджанского футбола. Наверное, самое заметное, заметное лицо за последние десятилетия в азербайджанском футболе. Ну, пожалуй, он, да ещё и Эмин Гулиев. Защитник на сегодня Гулиев пока не очень, скажем так, заметен. Несколько раз его неплохо обыгрывал Ролан Гусев. Но Гулиев может продемонстрировать неплохие очень бомбардирские качества. По крайней мере, гол, который он забил широкому брегу, вывел фактически Невчи в следующий круг. Чаще стали нарушать правила футболисты Невчи, и это вполне понятно. Они не успевают. Вот с этими скоростями, да, они не справляются. И вы знаете, следующее, по-моему, такое же нарушение будет в жёлтой карточке показано. Я имею в виду, если кто-то из футболистов Невчи так вот сыграет сзади, чтобы не вызвать таких нехороших эмоций в матче. Я думаю, арбитр матча предъявит карточку за такую игру в следующий раз. А сейчас будет опасно, мне кажется, Гусев. И не дотягивается до мяча ни Ерошек, ни Олеч. А вот это опасно. Трое, но хорошо. И не видит, не видит, просто не видит Махмуд Гурбанов, что и слева, и справа были партнёры, знаете, как вот молодой бычок, что называется. Уж простите меня за это сравнение. Низко опустив голову, несётся, берёт, ничего не видя. И Алтонин... В таких случаях говорят, что поставь ему перед ним стену, он её пробьёт. Но в данном случае это мастерство видения поля футболиста. Там нужно было или влево-вправо покатить мяч, а дальше... И всё, и выход один на один был фактически. И вот про что, в общем, не следует забывать армейцев. Все в атаке в хорошо опасный момент у ворот Невчи. И тут же оборотка идёт во много крат опаснее, чем то, что было у ворот Невчи. Нет, мяч станет лёгкой добычей Акинфеева. Розыгрыш Страхнова. Точнее, удар по воротам с дальнейшим розыгрышем. Никакой опасности не представлял для ворот ЦСКА. Двадцатая минута. Двадцатая минута встречи. Пока грустные нули на табло, но совсем не грустная игра. Довольно неплохой темп. И этот темп задают армейцы, что особо приятно. Были очень опасные, как раз неприятные для бакинской команды. И приятные для армейской моменты у ворот гостей. Но пока, пока голов мы не видим. И вот Деблоев пошёл вперёд. Красиво упал Игорь Деблоев. Ерошик. А вот здесь было нарушение правил. Как-то сказал наш известный арбитр Валерий Георгиевич Баскаков. Значит, мы с ним разговаривали во время одного из турниров ветеранских. И он посмотрел, как кто-то из известных наших ветеранов падает. Он сказал, ну вот он и в игре не умел падать как следует. То же самое. О Теблоеве, можно сказать. Упал он в предыдущем моменте. Вы знаете, что пока сейчас пауза идёт. Правильно скажут, что падать тоже надо уметь. Конечно, конечно. Был такой, мне не ушедший в жизни Миша был, как в Спартаке он играл. Вот так падал, что и не придерёшься. Нет, ну таких мастеров-то было у нас немало. И Виталий Старухин. Да, да. Ну я имею в виду данного... И Владимир Гуцаев. Так, как будто ноги отрывало. Да, да. Взрывом падали. Вот это тоже мастерство упасть, чтобы и карточки не было. Сергей Кирьяков опять-таки. Искусство. Это Гурбан Гурбанов с мячом. Перед ним Шемберас. Нарушает правила Гурбанов. Пытался разобрать. Как завалы разбирают, так рука действует. Как медведь пробирается сквозь валежник. Так он хотел отодвинуть. Принимает Олеча эту передачу. Хороший пас был Гусев. Рукой. Рукой показывает Олеча. Она и была игра рукой. Там и судья на линии зафиксировал. Чётко очень. Ещё одна подача. Смотрим. Руслан Абасов нарушил правила. 19 номер. Гусев будет подавать. Но это можно было бы, наверное, и не говорить. Кто будет подавать. Хотя там Жирков рядом. Посмотрим. Может какой-нибудь розыгрыш будет. Стандартный. Обманка так называемая. Но просит с тем, кто-то бьет подальше. Хотя она из двух человек. Но, наверное, что-то не нравится. Но то, что там нет 9 метров, это совершенно однозначно. Вот так вот разыграли. Гусев. И угодил прям в телевизионную камеру. Но уже по-другому что-то сыграли. Тоже радует, что нестандартная, непростая подача была. И удар поворотом. Неплохой розыгрыш получился. Не хватает опять же точности в завершении атаки. Уже 3-4 момента было с ударами поворотом. И вот, к сожалению, все. Кто мимо, кто выше ворот. Теблоев. Очень уверенно себя чувствует этот футболист. Так и задая. Попытка обыграть Алексея Березуцкого почти удалась. Не удался только точный пас на партнера. К сожалению, к сожалению, могла бы атака получиться. Но вот этот пас мог, конечно, постараться игрок. И точнее сыграть, но в данном случае не было еще. Вот неплохой очень отрезок провели сейчас футболисты Бакинского и Невчи. И Рзаев, видать, Рзаев вошел в штрафную, делал передачу, заставил армейцев выбить мяч на угловой. Боюсь, его больше ничего не оставалось. Да, да. Как выйдет мяч на угловой, потому что, а что, воротовец бросает, у меня Петеревато пропускать мяч. Там за спиной был игрок Бакинский. Махмуд Гурбанов будет подавать. Да, скорее всего, будет подавать. Нет, не получилась подача. А могла получиться, могла выйти вот из этой неудачной подачи, выйти очень неплохая комбинация. Вот, пожалуйста, вне игры, вне игры. Вы знаете, вот, никак не могу понять Теолича, но видел он все. Видел, что он, ну остановись немножко, даже назад два шага сделай, потом с его скоростью, он где два метра, он спокойно отыграет и выйдет один на один. Ну, то ли заигрывается футболист, то ли вовремя не посмотрит. Ну, очень хороший момент. Хотя я вот только хотел обвинить армейцев, что они так вот бросаются на футболиста. Ну, хорошо, Ерошек в таком подкате длинном сумел перехватить мяч. А так тоже, окажись, по удаче немножко футболист Невчий и Ерошек он обыграл. Это Садигов был, кстати. Ну, довольно рискованно действовал все-таки защитник. И оставил сзади только одного Игоря Гетмана. Получилось так. Могло и получиться гол вороту пока. Вот об этом-то и речь, что необоснованно тот самый переход уверенности к самоуверенности. Вот это было, почему все время в 66-м году, в 60-е годы, команда Невчий только раз занимала призовое место. Потому что не хватало, как мне кажется, дисциплины. Вот они могли очень красиво сыграть, но настолько ненадежно. Вот два момента, которые так характеризуют это. Очень любят они с мячом возиться, надо и не надо. Иногда это получается, забивали по красной голой. Иногда получали в свои. Так что вот в этом иногда, не иногда, а порой определяется классность команды. Надежность именно в их действии. Казбек Туаев на ваших экранах. Валерий Газаев. Родственники, между прочим. Валерий Газаев женат на племяннице Казбека Туаева. Но сегодня, естественно, не до родственных отношений. Сегодня все должен решить. Справедливость должна победить в этом споре. Честный футбол. Честная игра. Только так. Вообще, этот турнир, наверное, не наверное, а точно Лига Чемпионов. Это не на последнем месте такое понятие, как форплей. Несомненно. Сколько раз про это. И не только на первых стадиях, но особенно на тех стадиях, где уже идут большие гонорары. И именно вот приоритет честной игры, по-моему, он одно из первых мест занимает. И вот Гусейн Магомадов сейчас как раз за проявление этого самого фейерплей и аплодировал армейцам. Пока оказывают помощь бакинскому футболисту. Ввел мяч в игру. Арбитр и армейцы вернули его гостям. Алдонин. Евгений Алдонин не очень заметен был пока вот в эти минуты. Первый раз мы, по-моему, за последние минут 10 его фамилию упомянули. Ну, судя по всему, судя по тому, что просто не досаждались, скажем так. Да, не досаждались, но такой острой игрой именно вот по середине. Больше вот бакинцы атакуют с флангов. И справа вот, ну, слева меньше, с правой стороны очень это были атаки. По сути дела, по центру вот то, что была одна контратака, что запоролись сами. Жирков. На Симака столкнулись тут два футболиста Невчи. Некстати. Алдонин. Нагусева. Хорошей позиции Симак, получает мяч. Чуть пораньше бы Ролан увидел Симака. И у Сергея было больше оперативного простора. В передаче на Ирже Ерошика. Но она, к сожалению, не точно. Да, и Ерошик очень старается, и в первом матче, наверное, он был лучшим в составе ЦСКА. Да, да, и те вот два удара, которые запомнились. Если бы просто без этого были моменты, но чуть-чуть Ерошику не хватало, чтобы где-то выйти на такую хорошую позицию или хорошую передачу сделать. Но на сегодня заметен его. В момент у него был хороший. Магомадов выбивает мяч. И неудачно обрабатывает Рошад Садигов. Седьмой номер. Рошад Садигов два. Точнее, шестой номер. Седьмой это представитель еще одного дуэта однофамильцев. Махмуд Гурбанов. Какая-то пауза у армейцев наступила. Давно они же не создают. К нашему сожалению, ничего такого острого. Ворот не в чьи, но может быть, это затишье перед бурей. Посмотрим. Оставил Юрий Жирков мяч Игорю Гетману. Тагизаде не смог обработать мяч. И тот стал добычей другого 22-го номера Евгения Алдонина. Ну, чуть посильнее можно было дать гусь. И он уже бы этот мяч что-то вперед обработал. И уже бы мог штрафной войти. Ну, еще раз. И удачно здесь действует 19-й номер. Руслан Абасов. Угловой заработали армейцы в этой ситуации. Ну, и все пришли. Всех, высокорослые. Я смотрю. Вот сейчас, обратите внимание, если кто... Помните ситуацию, когда выбегали футболисты Бакинского-Невчи? Втроем на одного стоял один Шемберас. А сейчас Алдонин посмотрел и вернулся назад. Правильно. Вместе с Тагизаде. Ошибки заставляют, в общем, примерно менять немножко свою игру. И повнимательнее играть вот даже при подаче угловых. Пересек мяч в воздухе черту, ограничивающую поле Чидьё Дия. На ваших экранах. Разминаются футболисты ЦСКА. Я смотрю, там Красич разминается. Дмитрий Кириченко. Ну, все ждут. Болельщики ЦСКА все сегодня задавали вопрос, с кем удалось побеседовать перед этой встречей. Выйдет ли Вагнер Лав на поле? Тагизаде. Неплохой удар. Знаете, так по траектории полета мяча, если бы там Ракимич не стоял. Было такое ощущение, что мяч в дальний угол летел. Да, но может быть и даже не в этом дело, куда он летел. Важно то, что бакинцы осмелели. И вот смотрите, вот они все смелее и смелее атакуют. Нехороший этот симптом. Ну, не даром говорят, старая футбольная истина. Каждый играет в меру того, как тебе позволяет соперник. Вот, значит, армейцы позволяют сейчас довольно вольготно себя чувствовать футболистом бакинского Невчи. Душновато в Москве, несмотря даже на то, что игра началась поздно по московским меркам, в 8 часов вечера. Тем не менее, так парит немножечко, как говорят. Ну, нагрелось. Город все-таки нагрелается. Там много здесь. Ну, не так жарко, конечно, как было в Баку во время первого матча. Но, тем не менее. Ну, футболисты должны уметь преодолевать эти все жару, холод. Но, тем более, что футболисты Невчи уже третий день в Москве. У них такой получился нормальный акклиматизационный период. Если можно применительно к приезду бакинской команды употреблять термин «акклиматизационный период». Акклиматизационный период. Если в Москве было холодно, допустим, осенью непогоду, вы еще можете понять. Никого здесь не оказалось из футболистов Невчи. Легко Ерошек обыграл Киблоева. Передача на Симака. И в одно касание. Ай, там напрашивалась передача на Гусева. Но сложно было Сергею сделать передачу туда, направо. Алдонин на Жиркова. Жирков пойдет в обыгрыш. Да, так и есть. Передача на. И Вицаолич пролетел мимо мяча. Вы знаете, там еще и Гусев должен этот мяч замыкать. Вы знаете, как замкнуть дальнюю штангу. Это задача крайнего правого. Ну, нападающих, защитить как хотите. Вот давайте посмотрим сейчас этот момент еще раз. Вот где располагаются армейцы. Вот Олич проскочил. А там Николай. Должны бежать с затылочком еще два, как по меньшей мере. И где-то там должен быть нападающий еще один. И Гусев должен дальнюю штангу закрывать. Вот Теблоев очень хорошо играет на втором этаже. Футболист высокий. Где-то под метр девяносто Игорь Теблоев. По выступлениям за Владикавказскую Аланию нам с вами хорошо знаком. Да, кстати, и Менгулиев играл за Аланию. Больше всего, наверное, поиграл Гурбан Гурбанов. И в Балтике, и в Ставропольском Динамо, и в Факеле. И к ЦСКА имел отношение. Рахимич сбросил мяч Шемберасу. Шемберасу. Шемберас на Алдонина. Нет, не стал делать передачу. В результате дождался, что позиция настолько была ухудшена. Так что ничего не оставалось другому как-то отхватить мяч Кенфееву. И вновь голкипер ЦСКА Игорь Кенфеев с мячом. Отбросил его Дэвидасу Шемберасу. Тот на Алексея Березуцкого. Шемберас. Усиленная разминка вратаря, что ли, в исполнении футболистов ЦСКА. Может, берут паузу какую-то перед золотой, очевидно. Семах неплохой пах на Гусева. Ероши. Идить надо. Ну, как сказать, не везет. Хороший момент. Опять Ерошик не попал. Створ ворот. Позиция была очень хорошая. Давайте посмотрим. Мне кажется, что Ерошик пытался на технику нанести удар. В дальний угол. Да, внешней стороной. С левой ноги. С таким, типа, как это раньше называлось, сухой лист. Сухой лист, да. Подкрутить мяч. Подкруткой. Но не получилось. Надо, наверное, попроще играть. Все-таки это тяжелый прием в исполнении вот этот вот резанный удар. Это так, что можно было с прямого подъема бить и посильнее. И мяч бы очень близко был. Вратарь вряд ли смогут реагировать на него. Еще очень редко применяемый удар в современном футболе. Больше пытаются внутренней стороной стопы мяч подрезать футболисты, подкручивая его. Но вот так вот, как Валерий Васильевич Лобановский выполнял этот удар. Ну, мало таких. Очень мало таких мастеров. И вообще вот этот прием, пока угловой у нас сейчас готовится подавать, все-таки очень тяжело. Вот именно внешней стороной стопы закручивать мяч. Во-первых, сильно очень тяжело ударить. Это надо обладать подходящей силой, чтобы вот направить его. И очередной угловой. Да, но если уж попадаешь вот в такой мяч, то практически... А современными мячами? Ну, современные мячи, конечно, это... Вообще непредсказуемые траектории полета. 5-2 мы видим с вами статистику по угловым в пользу ЦСКА. Пока эта статистика на табло никак не отображается. Только вот та информация, которую наша компьютерная группа вам предоставляет, дорогие любители футбола. Очень быстро. Вот в этих ситуациях, вы знаете, бакинские футболисты такую пружинку собой представляют. Раскрывается эта пружина очень быстро. А вы знаете почему? Потому что кто-то дает этот пас, его не берут плотно. Вот когда выскакивает мяч и штрафной бакинцев, то игрок, по сути дела, он один из игрок в ЦСКА стоит с большим зазором. У него хватает времени развернуться и оглядеться. И поэтому следующий пас идет уже острый. Вот давайте понаблюдаем следующий, когда будет атака армейцев. Вот если бы этого игрока брали, кто-то там, ну я уж не буду говорить по фамилии, там, кто-то Шемберес, Березуцкий, кто должен брать, то такой бы атаки не было бы. Ну вот нам показывают Березуцкого, значит будем считать, что Березуцкий. Ну тут не столь важно кто, важно как. А если дать разыграться вот именно таким техничным, которые на коротке могут обыграть и отдать пас, можно много неприятностей поиметь. Их надо плотно брать и желательно, чтобы с чувством защитных настоящих. Вот как сейчас брали Гурбана Гурбанова и заставили того ошибиться. Вынудили просто. Шемберес. Рахимич. Алдонин. У Евгения Алдонина очень хорошая передача. И длинная, и средняя. Про короткую-то я уже не говорю. Чего уж там особого умения. Вот сейчас-то не очень получился у него этот диагональный пас. Ну вот сейчас прекрасно. Это Гетман, по-моему, сыграл. Но очень сложный мяч сыграл в адресе. Причем мяч, который на газоне не лежал, а был воздух. Гурбанов. Тагизаде. Жирков перед ним. В стенку не удалось сыграть. И тем не менее, тем не менее, все это на руку. Полисты мячи. Они в момент будут ждать. Ждать им. Больше ничего не остается делать. Как-то ходит из контратак. Нанести такой жалящий удар. Армейцам надо быть очень внимательны. Гетман. Точно в ноги Ерошику. И Ерошик бросает прорыв Жиркова, который убегает от Теблоева. Ходит в штрафную. Ну и Алгомин. Олевич. Подача. Удар. Нет, не пересек мяч в линию. Не пересек. Нет, нет, нет. И реакция арбитра бокового была однозначна. И тут же находился главный арбитр. Так что, к сожалению, мяч не пересек линию ворот. Смотрим. Из сложного положения Сергей Семах делал передачу. Но отсюда вряд ли что-то мы увидим. Смотрим. Нет. Или... Нет, нет. Но только, наверное, на медленном повторе. В какой-то ситуации мне показалось, что мяч был там. Нет, но он полностью мяч должен. Вообще, чтобы проекции мяча не было на линии. А этого не было. Как бы ни хотелось и нам, и армейцам, но судья находился рядом. И... Вот. Вот, смотрим. Ну, касается. Касается. Касается он линии. Да, пускай он почти больше половины туда пересек. Но если касается мяч линии, то... Согласен. Он лежит. Да. Мяч цепляется за линию. Чуть-чуть. Вот опять. Чуть-чуть не хватает армейцам. Вот сейчас вообще чуть-чуть каких-то миллиметров не хватило. А вот этого делать не надо. Естественно, раздосадованный Сергей Семак своим неиспользованным моментом. Но вообще на Серега Сергея это не похоже. Не в его, скажем так, футбольном воспитании наносить... Вы знаете, он не так уже и наносил удар, он просто подцепил... Ну, я об этом и говорю. Это не в его духе. Поэтому это ни в коей мере не тянуло на карточку. И судья рядом находился. Так что, может, действительно раздосадовался Сергей, что... Не попал чуть дальше в угол ворот и не забил мяч. Но, тем не менее, аккуратнее надо быть карточкой ни к чему. Юрий Жирков. Напомним вам, что с его прохода начался этот момент. Когда Сергей бил по воротам. Я имею в виду Семака Ерошек. Невысокого роста по футбольным меркам. Гусейн Магомадов. Метр восемьдесят пять. Но очень-очень хорошим прыжком. Семак, остайший... Хотел отдать Олечу, но... Олечу, да. Но получилось... Смотрел штал. Очень сильно получилось. Ну, вот я говорю, что вот такая обида, что, в общем, не хватает каких-то... То полметра они добегут, то... Хорошие передачи Ерошек. Ну, может быть, сейчас кто-нибудь. Дает Судья играть. Дает Судья играть. Угловой. Жирков остановился, словно в расчете, что будет толчок. Посмотрите. Вот, проходит он таки за Д. Да, может быть, может быть, и на... Кстати, нарушение было стороной Судья Жиркова. Он подножку сделал. Ну, не знаю. Судья был рядом, он главный на поле. По этим делам, по футбольным. Дотянулся голкипер до мяча. Алдонин. А вы знаете, армейцы, как услышали меня, то есть не дают шансов на контратаку. Посмотрите, сколько уже мяч выбивается, и все армейцы подбирают. И поэтому такая затяжная атака. Ну, видимо, вот этот период, который был отмечен вами, как период без игры, брали действительно на отдых. И вот, видите, такая нелепая ошибка. Потому что кто-кто Ерошек. Вот хорошо улич спас своего товарища. Чуть-чуть далеко отпустил мяч Иржи Ерошек. И Руслан Абасов успел к мячу раньше. Гусев. Гусев. Мне очень нравится сегодня. Вы знаете, неоднозначное у меня отношение к этому футболисту. Может выдать прекрасную игру, а потом... Ну, а потом не заметен. А потом, да. Потом в тени находится. Ну, может быть, вот этот чемпионат Европы как потерялся. Но вообще, если он хочет быть кандидатом и таким полноправным сборным, надо доказывать игру. Только игра может вывести в состав сборной. Юрий Жирков в кадре. Махмуд Гурбанов налево на Эмина Гулиева. Прошу прощения, это был Рошад Садигов. Он как раз на Эмина Гулиева и делал передачу. Посмотрим, что у Гусева получится. И вот опять то же самое. Чуть-чуть отпустил мяч. Далековатный мяч отпустил Ролана. И поэтому вот так вот защитник выбил мяч за боковую линию. Но мяч у Арметьев остался. Одну минуту. Одну минуту добавляют арбитры. Добавлена одна минута. Рахимич. Алексей Березуцкий. Жирков. Пошла уже эта добавленная арбитром минута. Семак. Пошел вперед Дэвидус Шемберес. По-моему, первый раз сегодня он так далеко забрался на чужую половину поля. И, к сожалению, ошибся. На последних минутах. Навыка не было. Чаще выходил вперед. Чаще надо просто своему стараться отдавать. И надо делать то, что положено делать защитникам. А у нас свисток. Закончился первый тайм. Закончился он, к сожалению, не самым удобным для нас результатом. Пока на табло нули. Будем рассчитывать на то, что появятся цифры в графе ЦСКА после перерыва. Дорогие друзья, мы с вами вновь на стадионе «Динамо», где через несколько минут начнется второй тайм второго матча, второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между московскими армейцами и бакинской командой «Невчи». Смотрим с вами опасные моменты первого тайма. Армейцы имели преимущество первые 45 минут. Несколько очень хороших моментов были у Сергея Симака. Первый раз не дотянулся он до мяча после флангового прострела Ролана Гусева. Вот момент, когда Сергей с убойной позиции наносил удар поворотом. Но были неплохие возможности и у футболистов «Невчи». Здесь Ролан Гусев разрядил обстановку. Но в целом, согласитесь, я обращаюсь к тем, кто смотрел первые 45 минут. И к моему коллеге Вадиму Никонову. Армейцы преимущество имели. Не хватило мастерства в исполнении вот этих моментов, которые, кстати, созданы были армейцами. Они не из чего появились. Они были созданы после обыгрыша, после хорошей комбинации. И вот, к сожалению, вот такая реализация. Дорогие друзья, команда ЦСКА уже на поле. И я вот смотрю появление, первое появление на газоне в составе московского клуба. 11 номера, бразильца Вагнера Лава. 11 номер, нападающий. Последнее приобретение ЦСКА. Кого он заменил? По-моему, Сергея Симака. Я не вижу. Да, ну, с капитанской повязкой у нас гуси теперь. Да. Заменили Сергея Симакова. Выходят на поле футболисты Бакинского Невчи. И последними появляются арбитры сегодняшней встречи. Вся бригада арбитров из Швеции. Даниэль Шталхамер, Хенрик Андрен и Эдвард Брюнер. Вот главный арбитр сегодняшней встречи. Даниэль Шталхамер. Ну, особой работы у бригады арбитров не было в первом тайме. Ничего такого. Да, ну, вообще шведский арбитр всегда отличается таким хладнокроем. Он позволял в некоторых моментах, не давал свисток играть, что, в общем, отличительная черта скандератских арбитров. Ну, наверное, все это только не мешало, а наоборот, создавало хорошую атмосферу в игре. Не было грубых вспышек, главное. Не было грубости на поле. А это самое главное. Да, Вагнер Лав, вот он, 11 номер. Вместо Сергея Симака появляется, о чем-то беседует с Ивицей Олечем. Первое касание мяча. Игра началась. Бразилец, когда ему был задан вопрос, собирается ли он принимать участие в этом матче, вот с такой интересной прической бразилец появился. Он ответил коротко и ясно. И я приехал в Москву не для того, чтобы смотреть футбол по телевизору. Руслан Аббасов выбивает мяч в центральный круг. Гулиев. У бакинцев, по-моему, замен нет. И вот, посмотрите, Заур Тагизаде делает передачу на Тиблоева. Тиблоев просто, наверное, перепутал цвета своей команды. Отдал в ноги Гусеву. А между тем, 7 человек его одноклубников находились на половине поля армейцев. Аббасов на Гурбана Гурбанова, своего капитана, делал передачу. Да, бакинцы играют без замен, но Казбека Туаева устраивает подобное течение игры. Не устраивает оно никого из поклонников ЦСКА. Никого из российских болельщиков. Конечно, не хотелось бы, чтобы дополнительное время было. Не хотелось, тем более, чтобы были пенальти. То, что это за какую-то мере лотерея. Так что нужно армейцам все свое умение и все старание. Вот именно, чтобы поаккуратнее сыграть в атаке. И мужественно играет Рашат Садигов. Садигов просто спас свою команду от голевого удара Олеча. Я бы хотел отметить вообще вот тот момент, когда Олеч вел борьбу за мяч. Столкнулся он в воздухе с защитником и со своим партнером. И тем не менее... Устоял. Да устоял на ногах и очень плотной такой борьбе мяч выцарапал, что называется. Ну, короче говоря, он сам себе момент создал голевой. Но вот опять же, я говорю, к сожалению, так получилось, что мяч не долетел до ворот. Очень плотно там играет Руслан Аббасов против Вагнера. Лава. Вместо Сергея Симахова, номер пятый. Уверенно действуют в обороне футболисты Невчих. И Гурбанов рвется к воротам. Нет, здесь Дэвида Шемберес. Ну, быстрее надо назад отдать Березуцкому. Чем быстрее отдашь Березуцкому, тем больше времени будет распорядиться с мячом. Тем быстрее начнется атака. Конечно, конечно. Потому что другого выхода у Шембереса не было, как откатить мяч назад. Рахимич. Приободрились трибуны. Болельщики подгоняют армейцев вперед. Ну, немало здесь поклонников, мы уже говорили, и бакинской команды. Жирков с мячом, так и за Дэ перед ним. Через Алексея Березуцкого играет. Алдонин. Переводит мяч на Василия Березуцкого. А нет, это Ерошик, прошу прощения. И против Ерошика нарушает правила Тиблоев. Вы знаете, неудобные передачи, главное. Ерошик, он куда-то непонятно мяч влетел. И ни груди не остановить, ни ногой. И поэтому успел Тиблоев его и закрыть, надо с нарушением правила. А судья, кстати, нарушение правил не зафиксировал. Мяч из боковой, что введен в игру. А сейчас ошибся Игорь Гетман против Вагнера Лава. Да, вот у нас первая карточка, но по заслугам. Потому что Вагнер очень ловко это все сделал. И выходил, по-моему, очень на хорошей скорости, на ударной позиции выходил. Ничего не оставалось трудного, как нарушить правила. А плюс ко всему еще Тиблоев отбросил мяч. Ну, обиделся, наверное. Смотрим, как он. Нет, нарушал-то правила Игорь Гетман. А вот желтую карточку как раз за откидку мяча подполучил Тиблоев. Анатолий Тиблоев, первая желтая карточка в сегодняшнем матче. А арбитр, вы знаете, я сейчас поймал себя на мысли, что Даниэль Штанхаммер чем-то напоминает знаменитого шведского арбитра Данберга. Помните, такой двухметровый гигант, который судил матчи и футбольные, и хоккейные. Две попытки Гусева пробить поворотом вне игры, да. Причем необоснованно было Олеч, по-моему. Неважно, кто там остался, надо было выходить вместе с защитниками. И было продолжение атаки. Вот он, нарушитель. Анатолий Тиблоев. Он номинальный полузащитник, но сегодня очень большое количество времени он проводит в обороне, как, впрочем, и в первом матче. Ну вот уже даже сейчас, глядя на поле, по расстановке видно, три, шесть человек в середине, и, по сути дела, один играет впереди. Так что очень подходящий заслон создают бакинцы на подступах к своей штрафной площадке. Шемберас, Василий Березуцкий, Гусев. Очень подвижно, очень подвижно действуют футболисты Невчи. Вот как раз именно вот этот вот первый заслон. Да, но они всегда, всегда футболисты из Азербайджана отличались вот такой игрой. Причем они умеют такую игру играть, и очень тяжело у них мяч отметь. Казбек Туаев успокаивает своих футболистов, показывает, что все пока неплохо, все нормально. Березуцкий на Шембераса. Рахимич. Вновь Шемберас. Алексей Березуцкий. Жирков. В одно касание перевел мяч на Ерошика. И Ерошик здорово подставил корпус. Да, иллюстрация дополнительная к тому, что шведский арбитр дает играть. Очень неплохая атака Альмейцев. Альмейцев Олевич, передача к кому? Можно было и не давать туда передачу. Можно Олевич и самому входить в штрафную, как я думаю. А мы с вами смотрим момент, когда Ерошик сохранил мяч, протащил его по бровке, но вот здесь уже на углу штрафной был встречен жестко, но без нарушения правил. Вы знаете, Бакинцы подбирают мяч, что очень неприятно. Как говорят в баскетболе, на подборе действует очень неплохо. И вот может получиться атака. И вон, представляете, какая передача. И сейчас справа передача пойдет. Очень опасно. И Акимпеев спасает, именно спасает свою команду. Ну, армия-то с огнем играет. Это, между прочим, вот в первом моменте так не сыграл Таблоев, по-моему. А сейчас сыграли. И это выход один на один, это гол. И вот что делать? Гурбанов, Гурбанов бил поворотом. Нет и нарушения правил, то есть апсайта здесь не было. Вот здесь в последний момент кто-то выходить стал, по-моему, Березуцкий был. Махмуд Гурбанов у мяча. Седьмой номер. Видели мы с вами статистику угловых. Она в пользу армейцев. Но не далее, как минуту назад. Именно бакинцы имели, наверное, самый опасный момент в этом матче для реализации. Отворот. Боюсь я, как бы армейцы не сбились на пресловутый навал. Но это зависит, опять же, от команды, от командной игры, как смогут они проявить. Но тут надо силу иметь, чтобы силенка была, чтобы вот так вот атаковать. Евгений Алдонин уступает место Юрису Лайзенсу в составе ЦСКА. Замена. Команда ЦСКА. Замена. Вместо Евгения Алдонина, номер 22. Играем Юрис Лайзенс, номер 19. Проиграл Лайзенс в борьбу за воздух. Махмуд Гурбанов. И вновь в игре Игорь Акинфеев. А если бы, вы знаете как, а если бы он отдал, не бил поворот, но отдал бы пас на дальнюю штангу. Посмотрим сейчас. Передача вообще идеальная была. Ну, вряд ли. Вряд ли она прошла, потому что Акинфеев, я думаю, перехватил ее. Но это на счастье армейцы, конечно. Да, неприятные ситуации возникают у ворот ЦСКА. Одна за другой. Буквально с промежутком в полторы минуты. Олич правила нарушил, но Стальхаммер показал, что он видел нарушение правил. Это, по-моему, Руслан Аббасов получил по ногам от Ивицы Олича. Тот подошел, попросил прощения, но, собственно, момент-то был такой игровой там. Ну, он Олич ногу поставил, он не бил его по ноге, а тот сам уже в процессе. Еще раз смотрим. Он в воздухе сдадил ногу ему, и тот приземлился неудачно. Уже после прыжка он приземлился неудачно, может быть, подвернул ногу. Вообще, конечно, вот эти моменты для футболистов одни из самых неприятных. Потому что есть уж очень такое будет, связки могут порваться. Потому что, вроде, момент-то ничего не представляет такого опасного. Но нога расслаблена, и когда она идет по опорам... Как промахнуться мимо ступеньки. Да, да, да. Вот примерно такая же ситуация. Ну, чреват очень серьезной травмой. И за боковой будет вводить мяч Алексей Березуцкий на Шембереса. Тот возвращает мяч шестому номеру ЦСКА. Ярошик. Теблоев против Ярошика. Удачно поставил ногу. И вновь из-за боковой Жирков. Лайзенс. Вдвоем отобрали мяч у Юриса Лайзенса. Гурбанов. Знаете, они не только принимают мяч, но и... Представляете, как осмелели футболисты Невчи. Ну, то, что с мячом они обращаться умеют. И то, что видят неплохо поле, факт неоспоримый. Правда, вот сейчас Махмуд Гурбанов делал неточную передачу. Грубо ошибся. Так все правильно делал, но он немножко неточно дал передачу. Эта игра и приятно, и приятно на нее смотреть. Но она чревата вот такими контратаками. Достаточно кому-то сфальшивить, и будет очень опасный момент уже у своих полок. Гусев подключает Рахимича. Рахимич смещается к центру. Ярошик. Уже на левом фланге футболиста ЦСКА. Ярошик обыгрывает Теблоева. И за боковой. Очень старается Иржи Ярошик. Все хорошо сделал. Прекрасный обыгрыш был, а вот танцовки опять нет. Но там бросился защитник под удар Лайзанс. Может, тогда попытаться, может, еще раз мяч под себя убрать. Гусев. Лав дотянулся до мяча. Вагнер Лав. Молодец, бразилец. Ай-яй-яй, не прошла, не прошла передача у Ролана Гусева Просит Ролан Гусев 11-метровый Нет, нет Даже если бы не было руки, мяч все равно бы в тело попал защитнику И зря, по-моему, Ролан на этом акцент делает Как говорят в воровом футболе, игра прижатая Да, прижатая рукой Рука прижатая, да Высоко выпрыгивал Юрис Лайзанс А нет, это был Алексей Березуцкий А Гурбан Гурбанов постоянно, постоянно находится в состоянии взведенного курка Обладая такой скоростью, дело случая, что он сейчас Была бы немножко побольше, побольше времени скорость набрать, он мог бы убежать Так что, глаз да глаз В данном случае, вот, против него играет Угловой Или что, нарушение правил со стороны Ерошика Давайте посмотрим Ну, тут довольно спорное решение А вот здесь, может быть, зацепил Иржи Ерошик Да, 14-го номера Рошада Садигова А это нарушение правил против еще одного Рошада Садигова, 6-го номера Лежит Гусейн Магомадов На газоне, ну шо, что-то произошло Смотрим повтор Неудачно защитник отбрасывает мяч Да нет, Олеч не нарушал правила Ну, просто на карбатическом прыжке вратарь Посмотрите, вот Олеч встал Да, и он сам выпрыгивает туда, делая кувырок Он сам наткнулся, вот смотрите Он, Олеч ни при чем здесь Ну, больно ударился Ну, все армейцы отдали мяч Долго думали, кому же в большей степени проявить джентльменство Юрис Лайзенс и Видадер Заев В результате мяч все-таки покинул пределы поля И армейцы ввели его из-за боковой Василий Березуцкий Лайзенс в одно касание на Гусева Пытался сыграть Юрис Алексей Березуцкий Жирков Аут Валерий Газаев на ваших экранах Держали, держали руками бразильца Очень недоволен Игорь Гетман Принятым решением А мы давайте посмотрим Ну, разве что После этих объятий еще поцеловать оставалось Че уж тут Нет, ну, конечно, хочется, чтобы не было свистка Но в данном случае явно, что он прихватывал Гетман прихватывал руками Хорошо И в штрафной площадке Не успел туда бразилец Магнер войти Разворачивал, что он очень хорошо Но укрывать корпус Корпусом мяч умеет бразилец, видно Ну, они вообще все, кто играет на передней линии Они все здорово открываются Ну, это непонятно, что происходит Под удар Лайзенсу делал передачу Гусев Но Лайзенс такое впечатление было не готов Он не ждал Не ждал, да Ну, так-то, может быть, все правильно Я поэтому и сказал, что, вы знаете, как Пришли в гости, а их не ждали Так же вот передача идет А игрок-то совсем и не готов Кстати, если бы он был готов И он раньше пробил бы Может быть, и попал в ворота Ну, у Лайзенс это очень хороший удар Не разобрались А время уже В конце И сейчас оно полетит для армейцев очень быстро Поэтому надо 64-я минута встречи закончилась Гусев Олич Как-то и Гусев, и Вагнерлав Разворачиваясь принимали То есть и Олич, и Вагнерлав Разворачиваясь принимали Эти передачи партнеров Вне игры Вне игры у Гурбана-Гурбанова Можно не бежать Арбитр Да, заигрались Арбитр, кстати, сразу зафиксировал На линии арбитр сразу зафиксировал Что положение вне игры Вот, посмотрите В момент удара Гурбан-Гурбанов Сто процентов По крайней мере Где сантиметров на пятьдесят Был впереди Лайзенс Оставляет Мяч Гусеву Вот голову Теблоева Мяч уходит на угловой И падает там Анатолий Теблоев Мышцу, по-моему, свело Да, это первый признак Что он подустал Теблоев набегался подустал Вот, давайте посмотрим Ну, Жирков здесь молодец Заставил ошибиться Теблоева Так и надо бороться До конца Вот даже вот то, что поборолся Жирков И заработали армейцы угловой А даже с прихрамывающим Теблоевым Он-то как раз умелец в игре На втором этаже Тяжеловато будет Футболистом Невчи Но передача Передача Была не самой лучшей А Вагнер Лав вынужден, видите, возвращаться Для того, чтобы Бросить аут Да, бросить аут Чтобы мяч получить Лайзенс Шемберас Рахимич Лайзенс Гусев Василий Березуцкий Подача И угловой Ну уж не знаю Преднамеренно ли Василий Березуцкий Такой мягкий парашют Отправлял За спину Гусейну Магоманову Но очень опасно получилось Конечно, конечно Чуть повыше бы Мяч напрямую взлетел в ворота Не смог бы вратарь достать его Гусев Подает Промахнулся Вратарь мимо мяча Да, и напряжение армейцы создали Создали И вот сейчас Нелегко приходится Футболистам мяч Вот Теблоев уже просто Богатырским ударом Выбивает мяч туда На трибуны Ну так и надо армейцам продолжать Так и так И нагнетать напряжение Где-то Где-то бакинцы есть Шанс, что не выдержит И вот такие ошибки Вратаря сейчас Подает Гусев А здесь Теблоев На одиннадцатиметровой Отметке Никто ему не мешал Принять этот мяч Как-то сгруппировались В одном месте Футболисты ЦСКА Аут По-моему Из последних сил Уже отбивают Футболисты Ролан Гусев Ролан Гусев Здорово Здорово Знаете так Рыбкой Вылетел Навстречу мячу Вот посмотрите Момент Сегодня на трибунах Присутствует Валентин Александрович Николаев Автор одного из Самых красивых Голов В истории Советского футбола Который он Забил По-моему В ворота Московского Спартака В сорок девятом году Вот так же В таком же полете Рыбкой Ну и вот Ролан Гусев Традиция Мастеров Сделал подарок Валентин Александрович Николаев Заставил молодость Вспомнить Ну что же Молодцы армейцы Давайте Разбивайте Большой успех Еще на этом Ничего не кончилось Посмотрел Штальхаммер Нападение Очередное Анатолия Деблова Деблоева Да Не выдержала Оборона Бакинской команды В конечном итоге Вот этого Массированного Фирменного Газаевского давления Садигов С мячом Играет на Тагизаде Подхватывает Ляг Ерошек Магнер Лах Увидел Что Олич В положении Вне игры И Не стал делать Ему передачу А как только Пошел в обыгрыш Там уже Два Два футболиста Не вчи стояли Перед ним Махмуд Гурбанов Назаура Тагизаде А здесь Ерошек Надо ЦСКА Срочно Армейцев Забивать Еще один Гол Срочно Тогда все Ляжется И сами Они Успокоятся Конечно Конечно И думаю Что и бакинцы Успокоятся А так Все-таки Олич Очень хорошо Ходит в штрафную И Усейнов Вы посмотрите Ситуацию Лайзенс Совсем один Находился На линии штрафной Даже ближе к 11 метров И просил мяч И к сожалению Олич не увидел К сожалению Настолько По-моему Реактивный был Вход Олича В штрафную Что уже Да Видно у него Все мелькало И он не мог Уже определить Где красные Где полосатые Но напрашиваться Все-таки Передача Сюда назад Согласен с вами Согласен Ну вот у нас правило Лайзенс Мяч Сейчас смотрим Дальше Армейцы Что производят Лайзенс Передачу Прерывает Руслан Абасов Еще раз смотрим Вот Василий Березуцкий Выверенный пас Вы знаете Мне показалось Что В момент Когда Мяч Долетал До Ролана Гусева Там было Еще одно касание Оличем Мяча Ну Вполне допускаю Что я ошибаюсь Но вот У меня создалось Такое впечатление Но не претендую В данном случае На Истину В последней инстанции Лайзенс Рахимич Лайзенс Шемберас Рахимич Ватерлав Хороший момент Блестяще Все исполнил Да Да Здесь Ничего Уже сказать Нельзя Решил Судьбу матчу Можно сказать Здорово Просто Здорово Я думаю С удовольствием Мы с вами Еще раз Посмотрим Как Бразилец Принял мяч Укрыл Его корпусом Ушел От двух Футболистов Не в чьи Казалось бы Уже неудобно Его убить По лойке Вещей В общем Вратарь Наверное ждал Что будет влево От себя Он бить А он На противоход Пробил В противоположные углы Поэтому И защитники Засланили Вратаря Тут все было На стороне Конечно Армейцы Смотрим И Из-под ноги По сути дела Он пробил И вратарь Ничего не мог Поделать Ну что сказать Вагнер Браво Замена Первая замена Казбека Туаева Меняет тренер Восемнадцатого номера Меняет он Видадерзаева И вместо него Появится сейчас Эльхам Гамбаров Опытный очень футболист Эльхам Гамбаров 32 года ему В октябре ему Исполнится 32 Играет Эльшан Камбаров Номер Одиннадцатый Видать Ирзаев Ушел с поля Восемнадцатый номер Зацепил сейчас Юрис Лайзенс Бакинскую шестерку Рошада Садигова Аббасов Гулиев Гурбанов Махмуд Гурбанов Делал передачу И все надежно Очень надежно Сыграл Акинфеев Вовремя Прочитал Эту передачу И вышел на перехват Армейцам Намного полегче Сейчас будет И не только Кто на поле И болельщикам И руководителям И всем нам будет Будем уже уверены Что армейцы Вышли в следующий круг Я не боюсь Предугадывать события Но по всей мере Даже за 15 минут До конца встречи А вы знаете Вот Я хотел бы Отметить такой момент Игорь Акинфеев Сейчас Впервые За последние По-моему Минут 10 Коснулся мяча В принципе У него и в первом тайме Не было работы Но вот Я отмечал уже Неоднократно Очень нравится мне Этот голкипер И в первую очередь Знаете Такой Не по годам Уверенностью Уверенностью И Умением Не расслабляться Помните Два удара подряд Да-да И вот он Когда у него Не было вообще Никакой работы А он все равно Собран Собран Он собран Это признак Хорошего мастера Вы знаете Порой Негода определяют А именно Вот Мудрость Бывает И мудрые люди И в молодом возрасте А Акинфеев Мне кажется Претендует На то что Очень грамотно Все делает Надежен Рышат Садигов На Гурбана Гурбанова На своего капитана Тот возвращает Мяч Садигову Эмин Гулиев Ивна Спокойно Игорь Акинфеев Успел Скомандовать Своим игрокам Да Скорее 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 Он сразу Все напряжение Снимает И в голос Беру Или там Как мой И все Сразу Станутся На свои места Выходит Забирает Этот мяч Лайзенс Вне игры Вне игры Вне игры К сожалению Вне игры Вагнер Но армейцам Надо сейчас Успокоиться Все позади Забили Два мяча Они И побольше Мяч подержать И особенно На той половине Поля Чтобы побегали Бакинцы Без мяча Поднимая этот мяч Тем более Селенки Уже у них На исходе Третий день Пребывания В Москве Сказывается Ну конечно Очень много Обязательных Передач У них Появилось Здорово Вагнер Уходил От Гетмана Но на всякий случай Как говорится Решил Чего уж тут Я один буду Стараться Сыграю Через партнеров И пока Неплохо Жирков А Жирков Из засады Сейчас Пытался Нет Сам упал Сам упал Юрис Лайзенс А вот О том Нашем разговоре Что уметь Надо было Сейчас Как постарался Более так Похоже упасть Могут ли Сток быть Остолкнулись Не лучшие Мастера Видимо Теблоев Который Несколько раз Неудачно Демонстрировал Нам свое Умение Приземляться Но Юрис Лайзенс Кстати говоря Вот вы знаете Вот этого Футболиста Я ни разу Не видел Вот Такой Нарочитой Игры На публику Именно что Вот он Так Кто-то Толкнул Да Он не умеет Этого То есть Не симулян Короче Если по-простому Говорить Гусейн Магомадов Забрал мяч В руки Рашад Садигов Махмуд Гурбанов Тагизаде На капитана На Гурбана Гурбанова Гулиев У Гулиева Кстати Хороший удар Но вот сейчас Точности Эмину Не хватило Ну и силенок Не мешало Прибавить Потому что Все-таки Такой мяч Легко Читался Кенфеев Я думаю Даже по подъем В верхний угол Я думаю Что он успел Спокойно забрать Этот мяч Все-таки Удар Недостаточной силы Был Ну далековато Было Да далековато И потом он С места бил Если бы он Как-то на скорости Шел Удар бы намного Сильнее Руслан Абасов Неудачно сбрасывал Мяч Поддержка Олеч Хорошо поддержал Со всей силы Отдал пас К сожалению Даже так Чтобы усих И остановить мяч В сборке Рахимич Лайзанс Знаете Лайзанс С его выходом Больше конструктивных действий Стало в середине поля У армейцев Если Евгений Алдонин Все-таки Он в большей степени Скажем так Классический Разрушитель Типичный Опорный полузащитник При игре В обороне Лайзанс Более разобразный Игрок Более с широким Диапазоном действий Поэтому Он успевал И сзади Все-таки Играть И больше Конечно Акцент Потому что Именно правильно Газаев Сделал замену Я так думаю Что усилил Именно атакующий Музы За счет Выхода Лайзанса Не попадает Мяч в пределы поля Олич Перемудрил Надо было Уже туда подачу делать Но к сожалению Олич перемудрил Но тем не менее Мяч у Гусева И Гусев Не стал делать Передачу Лайзансу Мяч у Рахимича Ну был Был полусудив Да Молодец Шведский арбитр Сделал паузу Может быть Думал Что сейчас Вагнер Так же Развернется И уйдет С мячом Но это Высший класс Судействует В моем понимании Да Дал паузу И вот Смотрим Повтор Сейчас Олич Все время Не показали Нам Но Нужно было Как-то Мяч по-другому Играть Куда Штрафу Не отдавать А количество Честно Бакинского футболиста Прекрасно Прекрасно пробил Но опять Точности не хватило Вот давайте Посмотрим Казалось бы Можно было Высказать Нарекания Ролану Гусеву За эту За этот Вояж его Медленный Вдоль Штрафной Но все-таки Передача-то Олечу была Хорошая Че говорили Он в ногу ему дал Но немножко Вот здесь Олеч споткнулся Обмячили О поле И Ну Вышел Из положения Счесть И пробил 23 номер Появился Айдулаев Ильхам Айдулаев Опытный футболист 29 лет Ему Анатолий Теблоев Номер 3 Играет Ильхам Вместо Теблоева Анатолия Теблоева Заменил Ильхам Айдулаев Но это Напрашивалось Замена Потому что Уже подустал Теблоев Все-таки Он очень много Сил затратил В обороне И карточку Получил А вот в момент Этого давления Армейского Видимо Казбек Туаев Почувствовал Что как бы Ну надо менять Играет Питы не вышло Да Потому что Когда еще Ничего не было ясно В общем Надо предпринимать Это именно действие Что усиливать оборону Рашад Садигов Чуть-чуть Улучшил позицию И решился Пробить И попал Его мощный Выстрел Попал По-моему Василия Березуцкого Вячеслав Чанов На ваших экранах Николай Латыш Вот Чидио Дия Да Василий Березуцкий Ну Василий Березуцкий Ну крепкий парень После долгого Отсутствия В основном Составе Сделал Великолепную Передачу В первом случае Вот значит Оправдал свое Доверие на него Которое Возложено было Иглевую передачу Сделал Именно первую Когда забит Самый важный Гол был в этой игре Махмуд Гурбанов Гетман получает Передачу От своего капитана И Гурбан Гурбанов Пытался нанести Удар поворотом Рошад Садигов Лайзенс Молодец Посмотрите Как здорово сыграл Очень технично И Олич Прекрасная передача Махмуд Гурбанов Махмуд Гурбанов Словно По заказу Все передачи На однофамильца На капитана И помочь По большому счету Некому И поэтому Так все это Заканчивается Эмин Гулиев Получил мяч На чужой половине Поля А вот передача На Заура Тагизаде Она была Плохой Ярошек Перехватывает Его передачу Рошад Садигов И вновь Лайзенс Очень умело Действует В отборе И умело Сейчас сыграл Он не стал Вперед мяч давать Что кстати Ярошек Очень трудно И передачу Делал И ошибся А вот Лайзенс Он делает То что нужно И сейчас Передача Зря Болельщики Свистят Зря Свистят Потому что Устали Футболисты ЦСКА Ну что Сделаешь Нет сил Так значит Надо Сейчас Может быть Даже стоя Сыграть И кого-то Пытаться Везти по флангу И будет Намного опаснее Четыре минуты Чуть больше Четырех минут Остается до конца Основного Времени матча Ну не знаю Может быть Пару-тройку минут Арбитр добавит Были тут ситуации Когда и помощь Оказывали футболистам И замены Естественно Все во втором тайме Были проведены Так что Посмотрим Ну по такой игре Откровенно говоря Как бы не было Не обидно звучали Мои слова Для Поклонников Бакинского Невчи Пока Трудно проследить За счет чего За счет каких ходов Бакинцы смогут Взломать Армейскую оборону Ну и силенок уже По-моему У них Не хватает Чтобы На скорость Пытаться сыграть А Валерий Газаев Сейчас выпускает По-моему Это Чи Диодия Выходит на поле В случае он был заметен На поле Я думаю Он постоянно Приколывал к себе Внимание Один-два Человека За Ярошеком Футболистов ЦСКА Они были достойными Соперниками Но в данный момент На данный момент Армейцы Сильнее Здорово Здорово играет Чи Диодия Ну зачем же Ну напрашивалась Передача на Вагнера Просто В отчетстве он стоял Хотел Олеча отблагодарить Что ли С такой силой Он ударил мяч Что по-моему Посмотрите Ну вот Вот стоит Вагнер Один Ну что сделаешь Да Ну легко Конечно Раздавать советы Да мы не советы Я просто был удивлен Я себе С такой силой Надо было Кулять этот мяч Что Да наверное И сам вот я не ответил Испугался По-моему Олеч И Тяжело было Да и не ожидал Видимо Нет уже Анатолия Теблоева Но тем не менее Угловые В исполнении Армейцев Довольно легко Прерываются Футболистами Невчи Одия Против него Были нарушены Правила Валерий Георгиевич Газаев Вышел к кромке Поля Что-то подсказывает Своим игрокам Он наверное Успокаивает их Уже можно И самому Валерию Георгиевичу Успокоиться Все уже позади И самому Выйти на поле Нет На поле Конечно наверное Хочется выйти на поле Но тем не менее Уже другая ипостась Он уже главный тренер Так что Незавидная доля Наблюдает со стороны А вот карточка Гусева За задержку Задержку Время Да Да Ролану Гусеву Совершенно Ну Как это говорить Не то чтобы Не обоснованная Карточка Но уж Она не Не обязательная Абсолютно Не обязательная Да С учетом того Что Ролан Гусев Получил Предупреждение В первой игре Ну значит уже Следующий круг пропуск Значит следующий круг Вот вам Вот вам Элементарная вещь Ну профессионал Не должен таких ошибок Допускать И следующая игра Известно же с кем будет Кто соперник может быть Это уже сложнее будет игра И в присутствии Гусева Обязательно в этой игре Вице-капитан он Игрок опытный Ну может он дослушивал Что ему говорит Газаев Не знаю Лайзенс с мячом Вы знаете Таких случаев Говорит Немножко завелся Юрис Лайзенс Штопор пошел Вовремя не вышло А момент Хороший был Бакинцы Бакинцы пока на своей половине поля Вот сейчас При помощи длинного паса Перевели мяч в игру Штрафную И бил по-моему Одиннадцатый номер Гамбаров Эльхам Гамбаров Опасный удар Но надо посмотреть повтор Далеко мяч пролетел От ближней штанги Доволен наверное Евгений Гиннер Таким исходом Естественно Президент ЦСКА Которого мы видели В кадре Ну наверное Армейцы помнят Эту игру И мне не хотелось Напоминать Я не буду даже Команду называть Но Конечно армейцы Должны проходить С таким подбором Футболистов Должны проходить Первый Какой там Отборочный цикл И без проблем Вообще Вы знаете Мне кажется Что вот это вот Все-таки Многие футболисты Не любят Действительно Вот вспоминать Какие-то обидные поражения Но вот Все равно Вот это психологически Давлеет над футболистами Есть Вот именно Домоклонным мечом Таким висит И вот если ты В конечном итоге Вот этот меч Сбросил с себя Эту опузу Да Это знаете Как добровольное признание Признался Сразу легче стало Так же это вот Когда все-таки Сбросишь с себя Вот эту напряженность Наверное точно И легче играть И больше таких Больше уверенности в действиях Давайте посмотрим Еще раз Прекрасную передачу Лайзенса И Вагнер Лах Хороший удар И у нас все Поворотом все Дорогие друзья И можно поздравить армейцев Да Я это сделал минут за 15 до конца Но еще раз Хотелось бы Поздравить армейца с победой с этой И пожелать дальнейших успехов Лига чемпионов И всех наших поклонников футбола Поздравляем с тем Что Лига чемпионов На этот год От нас не ускользнула Валерий Газаев Его подопечные Сделали свое дело Сделали В достаточной степени Квалифицированно Грамотно Посмотрим с вами Еще раз Голы Прекрасная передача Первый гол Березуцкий И Ролан Гусев И задел по-моему Мне тоже сейчас показалось Что Да Защитник задел Не Олеч А защитник Но тем не менее Я думаю что Да И Ролан Гусев И Василий Березуцкий По 5 баллов За эту комбинацию Получают А вот здесь Ну вообще просто Маленький шедевр Сотворил Вагнер Ла Ну это как в фигурном катании Это шестерку надо ставить Да Согласен с вами Рахимич Посмотрите Вот передача Укрывает мяч Двигается вдоль линии Штрафной И на противоходе Кладет точнехонько В угол мяч Бразилец Снова приобретение ЦСКА Который В один из Армейских цветов Выкрасил И волосы свои Ну и прекрасный гол забил Дай бог Чтобы он в каждой игре Так старался Ну что ж Дорогие друзья Я благодарю вас Что вы вместе с нами Наслаждались футболом И в конечном итоге Насладились победой ЦСКА Выходом В Лигу Чемпионов А для вас сегодня Работали Вадим Никонов И Григорий До будущих побед Друзья До свидания